Макс на позитиве ждал, готовился. Одежда праздничная, настроение приподнятое. Дом наряжен, елка горит, как и глаз. Кстати, новогодний стол в их семье уже тщательно продуман. Последние годы это индейка. Не в сторону запада, опять же сказано. Но почему-то каждый год мы покупаем индейку, и мы вместе с женой начиняем, натираем, готовим, жарим. Вот оно единство, вот это ощущение друг друга и теплота свежей. Слишком много мы проводим времени в социальных сетях, говорит Макс. Поэтому подготовка к Новому году семьи объединяет. Можно пообщаться с глазу на глаз, а не уткнувшись глазами в телефон. Правда, сегодня индейки не будет. Приготовим для канала ТОЛК, но не совсем русское блюдо или совсем не русское. Это вог, китайское блюдо. Вог. Готовится он из удона. Ну, удон – это просто толстая лапша, по сути, пшеничная. А еще мясо, морковь, много лука, немного чеснока, красный перец, соевый соус, пекинская капуста, растительное масло и кунжут. Все взаимозаменяемо. Вообще, кухня – это кулинарная лаборатория. Тут простор для фантазии. На этот раз она такова. На 200 граммов лапши 60-70 граммов мяса. Лучше телятины. Кстати, вареную лапшу не забудьте промыть под проточной водой. И чтобы не слипалось, добавьте немного масла. Ну и, собственно, жарим. Вид презентабельный, кошерный, нажористый. Добавляем соевого соуса. Я пользуюсь щенцем. Добавляем обильно. Самый популярный по количеству просмотров ролик какой? Или ты не садишь за этим? По-моему, хлеб от Стерлигова набрал 10 тысяч. Ну, хлеб за полторы, за три тысячи. Он мне прислал его. Я же не буду его покупать. Он прислал, продегустировал. Ну, вкусный, обычный. Ну, пока доехал, он доехал сама, понимаешь, Польша, Россия какая-то. Что там приехало. Все готово. Вся структура. Насыпаем наш удон. Даже с маслом маленько он слипся. Немного острого соуса, кунжута и блюда готово. К слову, ВОК получился знатный. Мы попробовали, в редакции тоже оценили. Ну и как без поздравления от Макса всем зрителям. Любви, которая спасет мир. Потому что не было бы ни одной войны на земле, если бы жили в любви люди. Не было бы зла и прочих вещей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.